и снова здравствуйте всем привет итак сегодня суббота суббота я сегодня бухаю и давайте сделаем вот этот шлем как его делать именно из аркейн просили у меня именно показатель все парке ну давайте разбираться погнали итак шлем видим такие вот треугольники покат и расширения заходим в the brush открываем примитивы открываем сферу edit make polymesh и вот смотрите как все это дело можно обыграть обыгрываем очень просто мы это все дело с плюс ним сейчас так вот видите для чего чтобы у нас вот эта часть более-менее стала плоской вот этот верхняя можно даже побольше вот так следом что делаем control левая кнопка мыши все дело маскируем control и берем все это дело вытягиваем так делаем геометри делаем дай нам с и тут вопрос до форма не соответствует шлему но не проблема давайте заходим в кисти находим moft apology кисточку прям побольше на максимум x симметрию включаем и делаем вот такую штуку раз поджимаем края поджимаем лобовую часть так об и вот у нас уже форма нашего шлема делаем дай нам с control левая кнопка мыши следом что нам нужно сделать поджать вот эту верхнюю часть будет поджиматься она конечно частями как тут чуть-чуть вот так кисточку можно сделать поменьше тут главное теперь попасть вот на эти все шишки выпуклости в но теперь шифтом все это дело вылаживаем так control z подтянул не проблема все таки выпиши так смотрим что у нас тут еще нужно чуть-чуть перед подтянуть сделать чуть-чуть обкатым и еще больше выгладить так все это дело есть вычитанием заниматься не будем давайте вот все это дело замаскируем видите полоса ровная почему потому что у нас сделан дайна мэш и теперь нам нужно что экстракт делаем экстракт в саптулах так еще что дубликат отключаем нам нужно тонкая шкура так отключаем верхнюю болванку вот у нас получилась такая штукенция теперь что нам нужно сделать нужно вытянуть вот эту часть мы и маскируем делаем control и вытягиваем с помощью гизму и делаем скайл чуть-чуть поднимаем чуть-чуть уменьшаем где-то так наверное так немножко еще можно даже сплюснуть не вопрос вот теперь вроде бы шлем попал ну нам нужно еще лицевую часть треугольником сделать пробелом нажимаем зацепляем значит нашу вот эту часть делаем control и делаем скайл вот так за желтую тянем и опускаем вниз так теперь все это дело сдавливаем сжимаем у нас должна получиться вот здесь ровная такая полоса вот этот шлем сейчас все это дело отрепетитируем и так control z маску не снимаем но в топологи кисточка стоит симметрия стоит вылавливаем симметрию и давайте чуть-чуть потихоньку не спеша все это дело вот так вот отрепетируем делаем острее снимаем маску делаем dynamesh так control z кисточку чуть-чуть поменьше и вот здесь чисто вот этот край выглаживаем переход это тоже убираем активный муфт по вот же все понятно да побольше теперь ставим кисточку перед поднимаем а зад по симметрии опускаем вот где-то так вот теперь нам нужны вот эти именно полосы так и когда dynamesh делаем нам нужны теперь полосу здесь вот сделать на каске которые должны будут внешний вид шлема придать давайте текстуру тебе подгрузим это реклама заебала так импорт рабочий стол и подгрузим сюда вот этот шлем и посмотрим насколько я правильно попал по этой теме так ставим прозрачность но еще как чувствовал что нужно пониже опустить не проблема маскируем низ делаем control и и значит еще больше опускаем так теперь маскируем вот эту часть control z делаем вот такую штуку и пытаемся control z control и повыше это дело все поднять делаем скайл чтобы угол был побольше и все это дело вводим в каску ну где-то так делаем dynamesh каска слишком тонкая делаем деформацию делаем inflat чтобы полигоны далеко не стояли выравниваем выкладываем все зашибись так теперь нам понадобится shift z полосы вот эта полоса даем давайте шлем подгоним уменьшим ну плюс минус видите что здесь бока пару таких частей это не проблема так чтобы все это дело исправить нам нужно его еще чуть-чуть вытянуть вот теперь полное попадание почти нормально нам понадобится вот эти канты канты будем делать каким образом значит верхний кант он отключил и отключил я edit ну потому что выпьем ты ну потому что выпьем ты delete болванку эту убрать теперь но в топологи и давайте по симметрии немножко правда что подгадаем по размеру нашу указку все подгадали все зашибись теперь можно еще дай нам и сделать так что у нас тут такое 3d mesh ну ладно так маскируем полоску так нормально так вот с этими полосками значит будем делать верхнюю полосу пока оставляем включаем control так control и включаем нет нет включаем курс так маска прошла неудачно x отключаем нормально нормально потом от зеркалим потом получается у нас шиф-з и получается значит тут здесь идет полоса так так и следом у нас получается что нужно переключиться и полосу сделать ctrl alt где-то вот так или не так сейчас ctrl z ctrl z и значит где-то вот так полоску делаем вот так вот ctrl ctrl alt попробуем все это дело значит в деформации надуть ctrl и инфлат посмотрим как это будет выглядеть чуть-чуть все выглаживаем и делаем какую штуку делаем модифитоположим mirror and well это в геометрии модифитоположим mirror and well отзеркаливаем уменьшаем по размеру так теперь с помощью MOV немножко все это дело ctrl z x симметрия так это дело есть z и теперь у нас получается вот эта верхняя часть здесь здесь немножко у нас будет интересно как это все дело делается да так тут чуть-чуть надуем тут чуть-чуть утянем ну короче зеркалку смотрим так так в принципе попали да нормально теперь значит значит аппенд переключаемся на куб поднимаем уменьшаем опускаем cfz нормально где-то тут должна быть так другого ракурса у меня нет так что уж так получится ну принцип будет понятен да так это значит уменьшаем переводим вперед alt нет не alt control давайте control левая кнопка мыши теперь control еще левая кнопка мыши перевод ну где-то вот в таком духе да приблизительно я так все дело это представляю снимаем маску делаем ctrl d чтобы были помягче все таки не моделирование геометри dell hidden и нужно сюда вот сделать такую планку планку будем делать опять же append append через куб куб выделяем куб нужно уменьшить куб нужно его поставить именно к боковой этой части нужно его поставить именно к боковой этой части кисточку кисточку она поведет себя так 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 это все дело тянем до самого низа не очень конечно получается до до из до до л Ve до до И попробовать, значит, ротации перекрутить. Ну да, грубовато, но, в принципе, тож на тож, да? Делаем геометрию, делаем всему этому делу дайномеш. Ну и давайте ее немножко растянем. Делаем пошире. Ну, в принципе, да, в принципе, нормально, но выбираем кубики наши вот эти и немножко их давайте вперед передвинем и чуть-чуть так перекрутим и чуть-чуть поднимем. Так, через Alt левая кнопка мыши выбираем нашу вот эту соплю. Так, ну, я думаю, принцип понятен, да? Можно, конечно, это в блендер замоделировать, но не суть вопроса. Так, теперь нам что нужно сделать? Так, теперь мы маскируем Ctrl. Так, выбираем каску, маскируем вот такую штуку. Так, и Ctrl немножко тут порисуем вот так вот пока-то. Оп, так, никогда, никогда не репейте выпитыми. Я когда выпиваю раньше, даже в мастерскую не заходил вообще. Ну, это гиблое дело. Ну, для вас можно. Так, есть такое дело. Так, что оно, куда залезло? Вот это вот тоже надо. Хорошо, что увидел, да? А то был бы казус потом. Ctrl и Inflat, значит, деформация. И делаем что? Так, Inflat. Минус такого способа в чем? Что, значит, получается, при моделировании, да, это все были бы края именно очень острые. Но на скорую руку, Ctrl Z, на скорую руку можно использовать и такой способ. Так, значит, тут побольше, чтобы состыковалось. Ну и выглаживаем. Так, есть такое дело. Вот с этим делом, видите, кривая она, вот эта штукенция, ее нужно сделать поровнее. Чуть-чуть нужно посидеть трезвым и это дело все выровнять. Так, вот это все дело можно даже ближе придвинуть к краске. Ну там где-то такая штука. Так, а вот эту штуку, значит, немного выгладить и куда ее отвезти. Ну можно прижать еще побольше. Вот от этой штукенции от железки. Шир Z. Так, ну в принципе попала, да, эта штукенция. Теперь нужно сделать вот этот знак Z. Давайте его сначала рассмотрим. Что это вообще за фигня такая? Так, у нас получается три штуки чего-то, кого-то. Ну центрально, а это растяжка и вытяжка, да. Так, здесь у нас вверх ровные бока. Ага. Пробуем. Не вопрос. Пробуем, не вопрос. Так, кисточку поменьше. Значит так. Control. Ровно. Вот. Это вот такая получается штукенция. Мы ее, значит, как-то так-то еще. Ага. И делаем что? Хорошо бы ее выдавить. Значит, если чтобы выдавливать, делаем кубы. Это деталь. Делаем дубликат. Делаем Control. И. Ну а вот эту штуку выдавливаем. Делаем Dynamesh. Геометрия. Динамеш. Так, этот шлем отключим. Shift Z. Так, тут еще впадина. Это во мнем. А эти, значит, ага. Все понятно. Значит так. Control и Curve. Alt. Загибаем. Ага. Маскируем. Делаем. Control. И. Control. W. Теперь делаем. Modified Apology. Геометрия. Modified Apology. Делаем. Hidden. Виден. Ну, вроде пойдет. Так. Теперь, что нужно сделать. Теперь нужно аккуратно. Control. Так. поменять. Теперь поменять кисточку. Сделать. Control. И вот эту середину мы закрасим как можно аккуратнее. Control. И. Через Alt поднимаем наши гизма. Так. Что тут у нас получилось. Ну, что-то в этом духе получилось. Теперь все это дело выглаживаем. Делаем. Делаем вот этому делающему. Что? Дубликат. Delete. Делаем ему. Skyl. Уменьшаем. Подгоняем. И. 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 мофта пол джи немножко все это дело подгоняем так это получается плоско под углом так не суть вопроса и значит вот так это где-то все дело будет происходить и немножко все это дело ниже теперь делаем дубликат и еще немножко ниже и делаем скайл м уменьшаем вот это все дело значит по верхам только вниз не трогаем центральную выбираем и через альт подгоняем гизму у кого как у меня через альт гизму ставим центр через альт подгоняем немножко убираем используем мофт опологи так да здесь вот таким вот образом идет чуть-чуть надутая здесь сплющенная здесь подтянутая ну вот где-то такая штука получается так теперь кисточку побольше и все это дело значит через их симметрию как бы вверх вот здесь поднимаем так а низ вот этот опускаю так вверх поднимаем конечно это все дело идет примитивно ну в принципе видите что вся система это работает это когда вы что-то надумали сделать просто смотрите на модель и представляете ее вот в этих примитивах и в маскировании так теперь мы видим что вот этот знак слишком большой да вот этот надо же его объединить давайте делаем марш маршдаун алвайз алвайз так все объединено включаем гизму делаем сплющивание делаем скайл перекрутку и подставляем на нашу каску так это получается сильно мало выставляем перекручим поднимаем смотрим на сколько попали HD края выходит да это не есть проблема мы ее это все дело вытянем так вытянем так и немножко еще наклоним и перегоним на каску так чуть-чуть сплюсь до низа не до касается поднимем и немножко сплюсь по каске немножко уводим тут повыше ну вот как-то так-то и в центре ставим вот эту пимпу так аппент добавляем ну давайте сферу так вот а вот вот и вот вот немножко перекручиваем. Немножко скайл и середину нужно с помощью мофта Apology поднять. Ну, опять же повторяю, что это не точное моделирование, как же сказать, лишь попытка обыграть именно вот этот вариант. Ну вот, дали ему год. Все, знак есть. Немножко там еще замаскировать, подогнать. Снимаем маску. Все, что не нужно, отсекаем. Минус в том, что вот эти края не идеально квадратные. Ну, в принципе, это все до фени. Пусть будет шлем мультишный. Shift Z, Z, Уменьшаем прозрачность. И тут вот в чем казус получается. Если мы размер уменьшим, тогда, то получается, что у нас вот этот знак не совсем соответствует размерам. Так. И значит, он должен быть... больше. Вот. Вот теперь он попал. Немного корректируем, значит, мофта Apology. Низ поджимаем. Угу. Так. Тут выводим. Там поджимаем. Там поджимаем. И вверх. Вверх пускай остается. Итак, вот такой получается у нас шлем, да? Так. Немножко еще вот этих краев не должно быть, да? Во... Ну, а теперь красим. И, в принципе, можно делать развертку чуть-чуть. Ну, можно посевать, еще подольше я думаю за это время принципе нормальный шлем кисточка стандарт rgb и зад можно еще маску сделать тут вообще не проблема это все самая простая штукенция так делаем сначала все красим синий цвет теперь выгадываем подгадываем и теперь у нас так и то нас ну как это так делаем теперь цель красим это все дело в один цвет находим где-то здесь будут светлые чуть-чуть уменьшаем интенсивность и где-то чуть-чуть вот это все дело осветляем по верхам в основном так c6 z z в принципе пойдет так вот с этой пимпой тоже на поработать будет потом где-то что-то растянуть короче все это дело разберется да все понятно да теперь делаем alt левая кнопка мыши на наш шлем ctrl z и кисточка стандарт и чуть-чуть так все это дело выкрашиваем теперь делаем опять же c и погнали делать канту здесь так можно интенсивности и побольше поставить так так отбиваем кант еще здесь по низу вот тут вот так вот так так делаем теперь после того как поюлозили все это дело покрасили делаем мира and well так c закрашиваем то что напортачили где-то куда-то залезли не без этого так c поровни как то все это нужно сделать вот ну принцип думаю понятен да вот такой получился шлем хватило еще сделать маску но это если вам будет интересно покажу как ну вот такой быстрый способ так что тут все синие канты ну вот и все значит c она не буду пока не та волна у меня чтобы так тонко все выбрать да ну я надеюсь что понятно вам да как из чего состоит из каких деталей состоит вот этот шлем давайте это еще раз и побольше растянем пусть будет пошире не суть вопроса так кубы кубы на месте так вот этот куб можно даже еще где-то вот сюда перетянуть так делаем мофт вот тут должно наверно быть где-то ровно вот так хорошо так вот так вот и теперь шлем выбираем Website шлем шлем вот так это дело все ровня вот так и тут еще в чем вопрос то состоит все чуть-чуть корректируем нам нужно здесь на верху сделать еще ну тоже полукруг есть вариант значит сделать control вот так это сидела но видите я сейчас все криво это делаю был бы трезвый был бы кайф где-то так наверное да делаем control и и теперь control alt нужно а control и это сидела аккуратненько вот так вот декоративно нежно все это дело округлить вот так вот и вот я тут не довел а он тут должен быть значит control alt control и вот потихоньку так вот так вот да вот так вот так вот так вот и тут внутри тоже чуть-чуть вот это все аккуратненько потонше делаем вот так это по кругу должен быть ну и суть вопроса короче делаем control и control и control z и давайте сразу то попробуем это все дело выгладить пока есть маска теперь c выбираем цвет кисточка стандарт control и значит c цвет control и вот так потому вот по Bowser вот 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 вот我就 растягиваем это должна быть наверху так что у нас тут английская c он козырнет кисточка и значки стандарт так но не буду я наверно сейчас все это дело аккуратно так раскрашивать у меня не получится почему потому что я бухаю или бухой так и значит что а значит нам нужно вот это все дело откорректировать в принципе все вот такой страшный правда получился шлем в принципе я думаю вам будет понятен да как он без чего он устроен если моделировать то тут вообще по-простому ну а это вообще просто все всем пока до свидания